Известный русский историк Георгий Вернанский когда-то отметил, что оборона Сталинграда одной из самых невероятных в современной военной истории сражений по стойкости солдат перед лицом неизмеримо превосходящих сил противника, кровопролитию и понесенным жертвам. И он определенно был прав. Ведь борьба, развернувшаяся между двумя противоборствующими сторонами, смогла во многом превзойти сражения мировой истории по количеству участников, военной техники, по охвату территории боев. И сегодня, когда мы вспоминаем о победе нашего народа перед сильным и жестоким противником, мы не можем не преклонить голову перед мужеством и подвигом советских солдат. Это пример верности воинскому долгу, героизма и уважения к памяти об этих событиях и уважения к тем людям, кто, к счастью, еще жив. Ведь нам с вами приятно, пусть в майские дни или дни более трагические, как, например, 22 июня, день памяти и скорби, видеть еще пусть немного, не столько, как бы нам хотелось, но ветеранам войны. Но живы мы с вами, живы внуки, дети тех, кто воевал и под Сталинградом, и под Москвой, и на Курской дуге, кто дошел до Берлина, кто освобождал нашу республику Беларусь в 1944 году. Бойцы понимали, что они сражаются за свою землю, за свои семьи, за свои города и села. То есть это была война для них, их война оборонительная. В свою очередь немцы, они воевали за чужие территории и пришли сюда как захватчики. В оборонительной борьбе принимали участие и брестские солдаты. Об этом рассказывает один из стендов экспозиции Музея обороны Брестской крепости. Среди участников Константин Григорьевич Комиссаренко, рисковавший жизнью на полях сражений. Он был награжден почетной медалью за освобождение Сталинграда. Сегодня удостоверение к боевой награде находится в музее. Участником Сталинградской битвы являлся Комиссаренко Константин Григорьевич. В июне 1941 года он рядовой 44-го стрелкового полка. Война его застала на Кобринском укреплении в общежитии комнатного состава. Он сумел пробраться в расположение своего полка, принять там бой. В последующем отступил из крепости в район сосредоточения 44-го стрелкового полка. Воевал на разных фронтах. Он награжден медалью за оборону Сталинграда. Такие люди, как Константин Григорьевич Комиссаренко, навсегда останутся в памяти народной, поскольку именно памятью жив человек. Благодаря им, солдатам Победы, мы живем в независимой Беларуси. А победа над фашизмом начала коваться именно на нашей земле, на земле Брестской крепости.